29 октября 1582 года родился Дмитрий Иоаннович Царевич, младший сын Иоанна IV Грозного, убитый или умерший, скажем пока так, в 1591 году. Экспертом выступает Дмитрий Владимирович Лисейцев, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института Российской Истории РАН. Я Евгений Стаховский. Здравствуйте. Здравствуйте. Календарь Стаховского. Дмитрий Владимирович, ну, вначале традиционно позволю себе цитату, не исключаю, что она вам известна. Вот смотрите, англичанин Флетчер, побывавший в Москве в Дни царствования Федора, с такой легкостью предсказал, Дмитрий будет убит. Флетчер понимал неотвратимость его судьбы, ибо в те жестокие времена мальчик был обречен на погибель и на Руси, и в Англии, и во Франции, где бы он ни родился. Дмитрий не мог жить, ибо одним своим дыханием угрожал сильным мира сего. Это пишет Эдвард Родзинский в своей книге «Тайна Иоаннова сына». Ну вот, прежде чем будем разбираться вообще с жизнью и смертью царевича Дмитрия и со всеми историями, которые окружают эти события, у меня такой первый чуть-чуть со стороны вопрос. А как вы думаете, ну вот сама смерть, сама вот эта история царевича Дмитрия, это углическое приключение, оно действительно очень серьезно и настолько важно для российской и мировой, скажем, глобальной истории? Или это просто такая действительно красивая, хорошая, загадочная, мифологичная сказочка, которая, ну, интересует нас исключительно в силу какого-то такого житейского любопытства? Я бы не стал, конечно, называть события, которые произошли в Угличе в 1591 году углическим приключением. Это, конечно, была трагедия, трагедия, которая в силу сложившихся обстоятельств имела огромные и очень далеко идущие последствия для всего государства. Немало погибало детей в те времена и теперь, но по последствиям гибели ребенка вряд ли что может сравниться с углической трагедией. Дело даже не в том, что царевич Дмитрий Угличский законный или незаконный сын Ивана Грозного. Вопрос в том, с каких позиций на это смотреть, был, по сути, одним из последних представителей угасающей царской династии. Проблема была в том, что имя погибшего царевича потом на протяжении полутора десятков лет было знаменем кровавой смуты, которая в начале 17 века потрясала страну. И, разумеется, у смутного времени была масса других причин, помимо загадочных обстоятельств гибели царевича и слухов о том, что он чудесно спасся, вместо него был зарезан другой ребенок. Но так или иначе, именно гибель этого ребенка поспособствовала развертыванию в стране того, что сейчас называют первой гражданской войной в истории России. Ну да, и вот тех практически революционных событий, которые, конечно, предопределили историю и судьбу страны на последующих, как минимум, 300 лет, да, и династию Романовых. Но это уже позже. Но давайте тогда пойдем сначала. Действительно, Иван Грозный, Иван IV, да, у него, насколько я помню, было, по-моему, пятеро сыновей, если я ничего не путаю. Как раз первый был Дмитрий, который как-то умер совсем во младенчестве. Потом был второй Иван, вот тот самый, который погиб, да, во время ссоры со своим отцом. Потом был третий Федор, да, Федор I Иоаннович. Потом был Василий, который тоже, по-моему, умер во младенчестве. И пятый сын, собственно, царевич Дмитрий, который вот погиб по разным обстоятельствам. И я думаю, что по версиям мы сегодня, конечно, пройдемся. Что за система? Чтобы мы понимали вообще, какая система в то время была, какая система была престола наследования? Как это происходило вообще? Кто за кем? Кто это решал? Почему это решалось так, как решалось? Закона престола наследия как такового не существовало, зато существовала давно устоявшаяся в московском царстве традиция. Наследником трона после кончины государя становился, как правило, его старший сын. Вот, ежели отсутствовали сыновья, в таком случае претендовать на престол имели право другие родственники, братья. Но до конца XVI века такой ситуации просто не возникало, и все, в общем-то, заранее знали, что наследником является старший сын государя. Другое дело, что к моменту смерти Ивана Грозного ситуация с престолом наследия была до чрезвычайности сложной. Как метко сказал историк Сергей Федорович Платонов еще в конце XIX века, Иван Грозный оставил после себя двух наследников, один из которых был не дееспособен, а другой неправоспособен. Речь идет о двоих остававшихся на тот момент в живых царевичах. Взрослый, совершеннолетний, рожденный от первого брака Федор Иоаннович, который, как мы знаем, и унаследовал престол, и, конечно, имел все права и преимущества при принятии царского венца. Но об этом царевиче современники говорили, что он слаб разумом. Об этом, в общем-то, свидетельствуют в первую очередь иностранные дипломаты, которые бывали в России. Русские источники выражаются аккуратнее, предпочитают говорить, что был набожен, христолюбив. Но особых государственных талантов за Федором Ивановичем не замечали. Что же касается его Грозного отца, то Иван Васильевич в глаза называл своего сына царевича Федора звонарем и пономарем. Что он имел в виду? Что это значит? Поскольку царевич не показывал никакого интереса к делам политическим, его гораздо больше интересовали молитвы, он мог простаивать часами на богослужении, для него великой радостью было забраться на колокольню и позвонить в колокола. Дела государственные Федора Ивановича не интересовали. Ну, то есть Иван IV, Иван Грозный предполагал, что, видимо, особой надежды на старшего из имеющихся детей, ну, никакой по части управления государством. В том-то и проблема, да, что царевич был взрослым и вполне законным наследником, но, судя по всему, мягко говоря, не блистал разумом. Младший царевич Дмитрий Иванович в этом отношении тоже имел несколько уязвимых точек. Во-первых, он был рожден в шестом браке. Историки спорят, сколько браков было у Ивана Грозного, то ли шесть, то ли семь, поскольку один из браков неизвестно, был ли венчан в церкви. Но в любом случае церковь разрешала три брака и не более, даже если это был не седьмой, а шестой брак, царевич Дмитрий, в принципе, законно рожденным считаться и не мог. Шестой или седьмой – это вот та Мария Фёдоровна Нагая, да? Мария Фёдоровна Нагая – последняя супруга Ивана Грозного. К тому же на момент кончины Ивана Васильевича младшему царевичу, в общем-то, не исполнилось и двух лет ещё. Надо напомнить, да, извините, что Грозный умер в 1584-м. Да, совершенно верно, 18 марта 1584 года не стало Ивана Грозного. И, разумеется, младший царевич никоим образом, даже если бы он оказался на голову выше своего старшего брата в интеллектуальном смысле, никоим образом не мог в ближайшие полтора-два десятка лет выступать в качестве самостоятельной политической фигуры. Чем, собственно, и объясняется высказывание Платонова? Один наследник не дееспособен, то есть не блещет умом, другой неправоспособен, незаконно рожденный. Ну и мал, опять же, да? И, разумеется, слишком мал. То есть понятно, что вопрос регенства там бы очень сильно присутствовал. Но в итоге как разрешалась-то эта коллизия? Что происходило? Когда, видимо, по смерти, поскольку, как вы сказали, насколько я, если я правильно понял, то понимаешь, что никакого там завещания в современном смысле нету, безусловно, да? Есть какое-то, ну, такое неописанное право старшего сына, поскольку кто это? Это у Ивана Третьего, по-моему, да, было, у деда, получается, Ивана Грозного, который говорил, ну, собственно, мое царство, говоря, кому хочу, тому Адам, да? Великое княжение. Да-да-да-да. То есть какая-то, ну, де-юра это никак нигде не обозначено каким-то образом. И, значит, в 1584 году умирает Иван Грозный, и что начинает происходить? Со смертью Ивана Грозного возникает очень серьезная ситуация в столице, поскольку существовала, ну, во всяком случае, современники утверждают, существовала духовная грамота Ивана Грозного, в которой вопрос престола наследия все-таки был монархом решен. Престол доставался старшему из его сыновей Федору Ивановичу. Младший сын Дмитрий Иванович получал в удел город Углич. И, по сути, становился, как потом оказалось, последним удельным князем в истории России. А почему именно Углич? Углич – это город, который традиционно в княжеской семье доставался представителям младших ветвей династии. Такая ситуация еще в начале 16 века сложилась. Один из младших сыновей Ивана Третьего Угличем владел. Потом, соответственно, после Василия Третьего младший брат Ивана Грозного углицким князем тоже успел побывать. То есть, какая-то не вполне объяснимая традиция. Это традиция, которая сложилась еще со времен удельной Руси. То есть, это достояние младшей ветви правящего дома московских Рюриковичей. Календарь Стаховского. Так, да, понятно. И, значит, младший становится по духовной, вроде как, грамоте. Федор Иоаннович должен вступить на престол. Что он, судя по всему, и делает? Ну, не сразу. Дело в том, что после смерти Ивана Грозного был объявлен, как в таких ситуациях полагается, траур. И официальное венчание на царство Федора Ивановича назначено было на истечение этого траура. То есть, когда пройдутся раковины по умершему царю. За это время среди бояр возникло несколько стратегий дальнейшего поведения. Дело в том, что Иван Грозный перед кончиною своей, отлично понимая, что старший его сын вряд ли сможет управлять государством самостоятельно, составил так называемый Регинский совет. Учёные спорят о том, был ли этот Регинский совет официально провозглашён, или это просто были люди, которые к наследнику трона стояли ближе всего по разным причинам. Но так или иначе, в документах перечисляют пять человек, наиболее влиятельных, которые и составляли этот Регинский совет. То есть, это какие-то были приближённые к царю люди, проверенные годами, может, со временопричненные и так далее. Да, да, разумеется. Возглавлял, во всяком случае, формально возглавлял эту пятёрку боярин-князь Мстиславский, который приходился Ивану Васильевичу роднёй по материнской линии, и был самым знатным человеком в Боярской думе, потомок литовского князя Гедемина. В местническом отношении, по породе, как тогда говорили, с Мстиславским тягаться не мог никто. То есть, говоря современным языком, это был такой второй человек в государстве, такой премьер-министр своеобразный, да? Во всяком случае, я бы назвал его, пожалуй, главой Совета Федерации, если проводить аналогии с современностью. Человек, который формально, по крайней мере, считался старшим в Боярской думе, хотя там никакой официальной должности не было. Но признанно считался, то есть и бояре его, безусловно, уважали, видимо, или побаивались, может быть, даже. Ну, во всяком случае, Мстиславский пользовался уважением в боярской среде. Далее в состав Регенского совета, следом за Мстиславским, входит князь Иван Петрович Шуйский, тоже один из самых знатных людей в Боярской думе, Рюрикович, Суздальская ветвь династии Рюриковичей, герой обороны Пскова в недавно завершившейся Ливонской войне, отстоял Псков от войск Стефана Батория. И тоже, в общем-то, человек со своими сторонниками, со своим мощным боярским кланом за спиною. Далее еще одна фигура, которую недооценивать не стоило, это Никита Романович Захарьин. Это брат первой царицы московской Анастасии Романовны, соответственно, родной дядя, вступающему на престол, царю Федору Ивановичу. То есть ближайшая царская родня, да и человек при Иване Грозном очень близкий к престолу. То есть это, получается, дядя, если он брат Анастасии Романовны, ну, Захарьиной, первой жены, получается, то есть он родной дядя Федора. Родной, да. Далее четвертый человек в Регинском совете – это Борис Федорович Годунов, который тоже вступающему на престол царевичу совсем не чужой человек, поскольку царевич Федор Иванович женат на Ирине Федоровне Годуновой, то есть он шурен будущего царя. И, к тому же, еще и любимец Ивана Грозного в последние годы жизни этого царя очень близок был к Ивану Васильеву. Почему вдруг это произошло? Ну, в двух словах. Я понимаю, что история Бориса Годунова – это совершенно отдельная история, но тем не менее. В возвышении Бориса Годунова – действительно довольно загадочная история. Много чем объясняли его стремительный подъем и его политическим талантом, и интригами, и родственными связями. В последнее время ученые приходят к выводу, что, скорее всего, Бориса Годунова приблизил к Ивану Грозному его родной дяде Дмитрий Иванович Годунов. В любом случае мы можем сделать вывод, что Годунов – человек, конечно, незаурядный. Незаурядный совершенно точно. Это один из самых выдающихся политиков российской истории. За всю историю, наверное, да. Ну, по крайней мере, 16-го, 17-го века, это точно. Да, так, и еще один у нас персонаж, по-моему, остается. И последний, пятый, да, Богдан Яковлевич Бельский. Вот эта вот фигура из всех членов Регенского совета, пожалуй, наиболее темная. Богдан Бельский не блистал особой знатностью, поднялся благодаря родственным связям с знаменитым Малютой Скуратовым, которому приходился племянником. Богдан Бельский тоже любимец Ивана Грозного. В последние годы его царствования. И ходили довольно темные слухи о том, что и виновник смерти Ивана Васильевича. Поговаривали, что когда царю стало плохо, Богдан Бельский настоял на том, чтобы врачи-доведуны, которых собрали для излечения царя, приготовили отраву. Поговаривали о том, что помог, тут еще и Борис Годунов мелькает в этих слухах, помог задушить Ивана Грозного, когда тому стало совсем плохо, 18-го марта. 1584 года. И вот он был из всей этой регенской пятерки фигурой наиболее, пожалуй, слабой, наиболее уязвимой. И в любом случае именно Богдану Бельскому предстояло играть, наверное, последние роли в правительственном кружке. Что Богдана Бельского с его огромным честолюбием, а он потом не раз еще мелькнет на страницах русской истории рубежа 16-17 веков, и в смутном времени в том числе, с его честолюбием подобные роли не устраивали. И в тот самый промежуток времени между смертью Ивана Грозного и официальным венчанием на царство Федора Ивановича, Богдан Бельский предпринял попытку совершить то, что мы бы сейчас назвали государственным переворотом. Каким образом? Он попытался возвести на престол царевича Дмитрия. О котором мы и говорим сегодня, нашего ключевого героя. Да, Богдан Бельский понимал, что при Федоре он будет на последних ролях, а вот родня младшего царевича, это прежде всего были нагии, будут обязаны ему всем, если на престол вступит младший царевич. И Богдан Бельский попытался отстранить от власти регенский совет, провозгласить царем царевича Дмитрия Ивановича, но попытка не удалась. Когда известие об этом распространилось по Москве, москвичи высыпали на улицу, вышли к Кремлю, по некоторой информации, даже чуть ли не Пушкина вели на Кремль, поскольку имя Богдана Бельского для многих ассоциировалось с самыми мрачными страницами опричнины. Многие боялись возвращения опричных порядков после прихода к власти Богдана Бельского. Календарь Стаховского. Дмитрий Владимирович, а как происходят вообще вот подобного рода заговоры, да? То есть регенский совет, есть вроде как царь, и тут вдруг один человек, ну, в данном случае Бельский, понятно, что у него наверняка были какие-то сторонники, но он вдруг думает, ага, надо, значит, как-то Фёдора-то, наверное, сковырнуть и что-то такое может Дмитриевича продвинуть. Дело-то вроде даже и благое, может быть, в какой-то мере и степени. Он же не совершенно стороннего человека на престол хочет посадить, а царевича практически законного, хоть и, как это вы сказали, не один был недееспособен, второй неправоспособен, да, хоть и, может быть, для кого-то и неправоспособного. Но само разрастание подобных заговоров внутренних, понятно, что кругом же глаза, кругом уши, надо же каких-то людей, которые помогали бы в этом процессе. Всё как-то очень непросто. Разумеется, вот эта вот закулисная сторона заговора абсолютно неизвестна, и сам заговор был, по всей видимости, скоропалителен, но, тем не менее, на какую-то группировку провинциального незнатного дворянства он мог опереться. А посадить Дмитрия каким образом? Сместив Фёдора, или он замыслил убить царя? О Фёдоре, в принципе, как о царе, речь пока не шла, он ещё не был венчан на престол. Собственно говоря, можно было просто объявить народу, что, ну, скажем... Что Фёдор не очень. Что Фёдор не способен править. Можно было сослаться на устные слова умершего монарха, кто это проверит. Ну, то есть, в этой ситуации вполне можно было попытаться... Домыслами, интригами и кривотолками чего-нибудь можно и добиться. Да, ясно. И, значит, у нас остаётся что? Вот этот регенский совет, который начинает работать при Фёдоре, когда его уже венчали на царство и сделали его уже человеческим таким царём нормальным. Да. Ну, правда, уже без Богдана Бельского. Богдан Бельский был отправлен в ссылку в низовые города... За вот устройство этого перевода. За попытку воспрепятствовать вступлению на престол Фёдора Ивановича. Был отправлен в города Нижнего Поволжья. Довольно долго будет там находиться. По большому счёту, и запал его возвратит спустя некоторое время Борис Годунов. Только лишь. Что касается остальных членов регенского совета, то они один за другим начинают сходить с политической арены. Довольно рано расхворался и постригся в монахи князь Мстиславский. Заболел и отошёл от государственных дел Захарин. И в конечном итоге рядом с престолом остались две противоборствующие фигуры. Шуйский и Годунов. Шуйский и Годунов. Вдвоём остались они в регенском совете, а власть, как известно, очень плохо делится на двоих. На двоих вообще не делится, скажем откровенно. Да, я таких случаев в истории вообще не знаю. И в конечном итоге исход этой борьбы был решён тоже не без интриг. Очень большим влиянием на нового царя пользовался, разумеется, Борис Годунов, поскольку был его ближайшей роднёй по супруге, по Ирине Фёдоровне. Что-то происходит в стране и в мире в этот момент, ну, я имею в виду такой во внешней, что называется, политики, не в закулисье, скажем, дворцовом, а в нормальной стране. Что происходит? Что происходит в стране? Страна успокаивается после проигранной Ливонской войны, зализывает раны, что называется, потихонечку начинает вставать на ноги. Дипломатия в это время очень активно зондирует почву в Швеции, в Речи Посполитой, в Крыме, стараясь обеспечить внешнее спокойствие стране. Словом, московское государство начинает оправляться, начинает вставать на ноги после долгих потрясений. То есть, основной, если бы мы попытались, например, обозначить основной момент, основное направление деятельности, политической деятельности того времени и уже венчанного, видимо, к тому моменту царя Фёдора и Регинского совета, то это была бы всё-таки внешняя политика в отношении, вот, то, что вы сказали, да, Швеция, Речь Посполитая, Речь Посполитая, Крым, активное строительство городов в Диком Поле, это вот территория нынешней Воронежской, Белгородской областей, это строительство крепостей в Поволжье, это, скажем, нынешний Волгоград, тогдашний царицына, Саратов, Самара, укрепление рубежей. Параллельно с этим идёт постепенное прикрепление крестьянства к земле, поскольку сложившиеся в стране обстоятельства настоятельно требовали того, чтобы крестьяне не меняли помещиков. Помещик в те времена это не тот помещик Маниловской генерации, мечтающий о том, как бы прокопать тоннель отсюда и до самого Петербурга. Тогдашний помещик – это воин. От благосостояния помещиков, провинциального дворянства в первую очередь, тогда зависела обороноспособность державы. Для того, чтобы её не подрывать, нужно было каким-то образом остановить крестьян в их переходах. Ещё в конце царствования Ивана Грозного право перехода крестьян в Юрьев день ограничили, были объявлены так называемые заповедные годы. И эта же самая линия будет продолжаться и при Фёдоре Ивановиче. Более того, к концу его царствования будет объявлен указ об урочных летах, когда разрешено будет в течение пяти лет бежавших крестьян, разыскивая отдавать прежним хозяевам. Те, которые бежали более чем пять лет назад, возвращению прежним хозяевам уже не подлежали. Это тоже линия, которая в конечном итоге даст о себе знать и в смутное время тоже, поскольку крестьянство, разумеется, не в восторге было от того, что их лишают возможности менять место жизни и менять помещика. Возвращаясь к Фёдору, то есть правильно ли я понял, что царствование Фёдора по большому счёту это не царствование Фёдора, а работа Шуйского и Годунова? Это царствование Фёдора, но никак не правление. Фёдор царствовал, но не правил. Он по-прежнему звонил в колокола? Ну, я думаю, что в колокола ему звонить теперь статус не позволял, но тем не менее он, как свидетельствуют многие источники конца 16-го, начала 17-го века, с большой радостью переложил государственные дела на своих советников и прежде всего на Бориса Годунова. Но Борису Годунову, разумеется, необходимо было каким-то образом остаться у власти одному, а рядом стоял Шуйский. В результате последовала очередная интрига. Шуйские сделали ставку на развод царя. Они понимали, что... Развод Фёдора, в смысле, женой развод? Фёдора Женовой, Ирины Фёдоровны Годуновой. Дело в том, что действительно влияние Бориса Годунова во многом держалось на том, что он царский Шурин. Но здесь тоже было уязвимое место. Дело в том, что брак был заключён уже 6 с лишним лет как, а детей в этом браке не появлялось, что, соответственно, вызывало определённую возможность выразить тревогу за будущее царской династии. Ну да, кому передавать-то? Чем, собственно говоря, и воспользовались Шуйские. Если верить повестям того времени, Шуйские подговорили часть московского купечества подать царю Челобитную с просьбой отставить неплодную супругу, жениться вновь ради продолжения царского кореня. Но вот здесь Шуйские просчитались. Кроткий и довольно тихий царь Фёдор Иванович очень нежно любил свою супругу Ирину Фёдоровну, и когда Челобитная была ему подана, пришёл в неописуемую ярость. Фёдор Иванович всё-таки был сыном Ивана Васильевича, и случалось ему и посохом кого-нибудь отходить, по примеру незабвенного родителя. Ну, кровь-то не замажешь, понятно, да. Вот. И Фёдор Иванович приказал схватить Челобитчиков, те под пытками, очень быстро сообщили, кто такую вредную для государства мыслям подбросил, и Шуйские оказались после этого в опале, глава их клана Иван Петрович Шуйский был пострижен в монахии, а в монастыре по некоторым данным не без приказа со стороны Бориса Годунова был удушен. Таким образом, вот этот вот заговор Шуйских результата не дал, и с конца 1586 года Борис Годунов фактически единовластно управляет страною. Сохранились даже документы в описях архива посольского приказа, где перечисляются документы этой эпохи, там вот, собственно, открытым текстом написано, а что присланы те грамоты, скажем, от Аглинской королевы к Борису Годунову в те поры, как был еще в правителях. Да, это ясно. Дмитрий Владимирович, что в этот момент при Федоре происходит с Дмитрием, все-таки с царевичем Дмитрием, младшим братом действующего царя, после смерти Ивана Грозного в 1584 году, он, видимо, вот этим регенским советом, как мы все хорошо знаем, там, со времен школы был удален в углич, почему и стал углическим, и почему он стал углическим, вы уже объяснили, но зачем его нужно было удалять туда, ну, жил бы себе и жил с матерью, какую угрозу он действительно представлял для действующей власти? Для действующей власти маленький царевич представлял угрозу как потенциальный претендент, и даже не сам царевич, царевич, наверное, был не опасен, окружение, и просто те люди, которые, по примеру Богдана Бельского, захотели бы воспользоваться именем царевича для того, чтобы отстранить от власти Фёдора Ивановича, а вместе с ним и Бориса Годунова. А у нас есть какие-то данные, что сам, например, Фёдор Иванович думал по этому поводу? Нет, что по этому поводу думал Фёдор Иванович, нам совершенно неизвестно, но, по всей вероятности, здесь нужно усматривать в первую очередь волю Регинского совета, а в дальнейшем и Бориса Годунова. Во всяком случае, выслали маленького царевича из Москвы в углич ещё до венчания Фёдора Ивановича на престол. То есть сразу по смерти Грозного, видимо, да? Почти сразу после этого, поскольку держать в Москве возможного претендента, наверное, всё-таки было опасно. В угличе не маячил, глаза не мозолил, и там, соответственно, он был, наверное, в меньшей степени опасен. Царевич подрастал потихонечку, как сообщает уже цитированный вами Флетчер, демонстрировал все наклонности своего родителя, поговаривали, что мальчик рос жестоким, что обожал смотреть, как режут овец, обожал видеть, как из перерезанного горла кровь течёт, забивал насмерть палками кур и гусей. Ну и... То есть вообще был какой-то малоприятный ребёнок. Ну, по современным понятиям, наверное, да. Времена были другие, скажем, люди тогда очень любили смотреть на пытки и казни. Причём не только у нас, но, скажем, в Европе это тоже было одно из любимых развлечений народа. Ну, понятно. То есть в исторической перспективе всё как-то всё на месте тогда получается, да. Вот. Говорили, что одна из его любимых зимних забав у царевича Дмитрия была это рубить головы снеговикам, причём периодически снеговикам он давал имена членов боярского правительства и сёк им головы. Периодически сёк голову снеговику, которого звал Борисом Годуновым, да ещё и приговаривая, что и с Борисом поступлю аналогичным же образом, когда сделаюсь царём. Это домыслы или это реальные какие-то факты, которые описаны кем-то? Это описывают иностранные источники, насколько эта информация соответствовала действительности, а не обрастала просто слухами. Нам сейчас судить, конечно, сложно. Но, скорее всего, в окружении родни царевича, прежде всего, в окружении нагих, особых симпатий к Борису Годунову не испытывали. Почему? Ну, потому что фактически они оказались в ссылке. Они были удовольны. По его указке, по большому счёту. Вот, поэтому вполне возможно, что царевичу объясняли, кто враг его, кто враг его матушки. А детская психика очень восприимчива к таким вещам всегда. Разумеется. Царевич подрастал и при этом оставался наиболее вероятным наследником престола. Ну, он был, ну, то есть, вторым, получается, после Фёдора. И, как вы уже совершенно справедливо заметили, он ведь был последним и таким единственным из последних представителей мужской линии Рюриковичей, да? Была ещё надежда, что у Фёдора появится потомство, но с этим вопросом тоже очень долго проблема оставалась непонятной, и уже после гибели царевича на свет появится дочь Фёдора Ивановича. Феодосия, да? Феодосия, да. с имперскими дипломатами, которые приедут от императора династии Габсбургов, и Борис Годунов закулисно, тайно, не уведомив об этом даже Фёдора, который был, мало того, что царь, так ещё и отец девочки, будет вести переговоры с имперскими дипломатами о возможном браке Феодосии с одним из представителей дома Габсбургов, за что, кстати, Фёдор, когда дело вскрылось, отходил Бориса Годунова послухом, при том, что был отходчив, при том, что был не злобев, и при том, что Борис Годунов фактически управлял страной в это время. Да, понятно. Дмитрий Владимирович, ну, мне кажется, мы уже непосредственно приблизились вот к той самой ключевой точке нашего сегодняшнего разговора, как называют это многие историки, вот то самое углическое дело, разнообразные версии события, расследования, да, связанные с смертью младшего сына Ивана Грозного, царевича Дмитрия, которое произошло 15-го, в скобочках, 25-го мая 1591-го года, вот там, в Угличе. Я правильно понимаю, что это дело до сих пор спорное, и ставить точку в нём рано? Дело спорным остаётся до сих пор, и лучшие представители исторической науки вот уже более двухсот лет бьются над вопросом, что же произошло в Угличе, произошло ли там убийство, если убийство, то кого убили, царевича или не царевича, было ли это несчастным случаем, непреднамеренным самоубийством, кто стоит за этим событием, если это было убийство, спорят до сих пор. Мне в этом плане очень нравится высказывание одного из наших писателей из позднесоветского андеграунда, Венедикта Ерофеева, который выразился однажды так, самая большая загадка российской истории, убил ли Борис Годунов, царевича Дмитрия, или как раз наоборот. Или убил царевича Дмитрия. или убил царевича Дмитрия Бориса Годунова, да. Слушайте, ну, то есть, получается, главных версий три. Это убийство, только надо понять, кем, это убийство, но царевича ли, и это версия несчастного случая, вот той самой, там, пресловутой эпилепсии, по-моему, что он вроде как сам поранил себя в приступе эпилепсии. По имеющимся документам предпочитать какую-нибудь одну из перечисленных версий совершенно невозможно, потому что, с одной стороны, есть материалы следственного дела, сохранились, опубликованы более ста лет назад, с ними работали ученые неоднократно, и следственное дело вроде бы совершенно четко говорит о несчастном случае, о том, что царевич вышел утешиться то ли в тычку, то ли в свайку, нашел на него приступ черной немочи, подучей болезни и стала бить его судорогами, и он в этих судорогах сам себе ножиком, то ли вот этой вот свайкой, которую держал в руках, поколол себе горло или горло перерезал, и практически единогласно все лица, которые были опрошены, воспроизводят эту версию, что в свою очередь... То есть он играл, получается, во дворе один, без присмотра? Нет, не один, он играл с другими ребятишками, со своими сверстниками, следственное дело там упоминает четыре имени, маленьких детишек, вот они, значит, играли с царевичем вот в эту самую втычку, метали ножик в землю, то ли пытались вот эту свайку в кольцо метнуть, и по официальной версии, которую следственная комиссия как раз и записала, случился несчастный случай, то есть вот припадок эпилепсии, причём неоднократно говорилось, что у царевича и раньше подобные припадки случались, и что он в эпилепсии, и людям, которые пытались его удерживать, там и руки изъел, искусал, то есть, случалось раньше с царевичем подобное, то есть припадки эпилепсии. Другое дело, что современные судмедэксперты утверждают, что перерезать себе горло или проткнуть его во время припадка эпилепсии практически невозможно, потому что... Мышцы сводят судорогами, ладони разжимаются, и удержать, соответственно, в руках там ножик или вот эту свайку было практически нереально. Ну, мы не знаем обстоятельств, действительно, царевич мог уронить ножик и, в конце концов, глупая, нелепая случайность, но и упасть горлом. Но упавший ножик... Ну, всё, что угодно может произойти. Что угодно могло произойти. Тем более с ребёнком, конечно. Поэтому исключать возможности несчастного случая мы не можем. Тем более, что свидетели в один голос утверждают, что всё произошло именно так. Ему было 9, да? Ему было 8 с половиной. Ну, почти 9. На девятом году жизни всё это произошло. Да-да, вот третий классник, выражаясь современным языком. Так, понятно. А что с версией убийства всё-таки? Потому что, ну, вот это слухи о том, что тут же ко всему причастен и именно Годунов практически моментально стали как-то терзать людские сердца и души. Совершенно верно. И вот вы в самом начале цитировали Флетчера. Флетчер ведь побывал в Москве за 2 года до этого события. И, то есть, уже тогда, за 2 года до гибели царевича, слухи-то какие-то ходили. О покушениях на царевича рассказывали, что там какая-то из его нянек, отведав раньше царевича, еду умерла в страшных мучениях. То есть, явно... То есть, попытки убийства вроде как были и до того. Англичанин намекал на то, что ребёнка пытались отравить. И после этого, мол, конечно, стали осторожнее, но англичанин был убеждён, что царевич всё равно не жилец. Рано или поздно всё равно будет убит. И так уж совпало, что его книга, она была напечатана в Англии ровно в год гибели царевича Дмитрия. В 91-м. В 91-м году. Причём, книгу эту в Англии довольно быстро запретили. Не по этой причине, просто он достаточно негативно писал о России в целом. Его дипломатическая миссия в Москве закончилась неудачей. И Флетчер, желая объяснить причины своей неудачи, писал, что это дикая варварская страна совершенно. В общем, тут в какой-то степени оправдывая... Но, может быть, не так далёко было от истины? Я бы не стал сравнивать степень варварства Московской Руси 16-го века и Тюдоровской Англии этой же самой эпохи. Но, во всяком случае, эта книга могла напугать потенциальных инвесторов, а очень влиятельна в Англии была Московская компания неторговая. Могло отпугнуть будущих акционеров этой компании, поэтому компания приложила все усилия для того, чтобы этот тираж книги изъять, дабы она, в общем-то, не распространялась и не пугала потенциальных вкладчиков. Да, хорошо. Но так уж совпало, что книга выходит ровно в том же самом году, когда погибает Царевич. То есть, в принципе, слухи о том, что на Царевича покушались, уже ходили. Насколько они были основательны, эти слухи, или беспочвены, мы сейчас, конечно, судить не можем. Но, во всяком случае, англичанин получил эту информацию, вероятно, не из воздуха. Ну, судя по всему, конечно. Какие-то разговоры на эту тему наверняка ходили. И в этом отношении очень характерна реакция родни Царевича. Как только он погиб, так или иначе, они моментально указали на виновных. Виновными они посчитали людей, которые были посланы в Углич для того, чтобы наблюдать за семейством многих, наблюдать за Царевичем, и, соответственно, виновниками гибели Нагия, дядья погибшего Царевича. Моментально назвали дядька Михаила Бетяговского и его сына Данилу, сына мамки Царевича Волоховой, ну, и ряд других людей, которых, в общем-то, связывали с Москвой и считали, что они работают на Бориса Годунова. Но вот эта версия, да, мы про ножички-то поговорили, а версия убийства, если чуть-чуть пробежаться по хронике, это происходило как, если мы опираемся на этот вариант? Если... То есть, вот май 91-го года, Углич. Да, 15-е число, 15-е май. Царевич выходит во двор, к нему подходят убийцы, во всяком случае, так потом эту версию пытались представить Нагия. Вот те, кого перечислили, то есть, Битяговский, Волохов, Качалов. Да-да-да, Никита Качалов. Подходят к царевичу, заводят с ним разговор, интересуются ожерелицем на шею царевича, мол, у тебя царевич ожерелица, новая. Царевич доверчиво показывает, открывает горло, говорит, да нет, вовсе не новая, старая. И в этот момент, когда он вот так доверчиво подставляет горло, убийцы режут его. Но умирает он ведь не сразу, ну, вроде как, даже по этой версии. Умирает достаточно быстро, прямо там, во дворе, куда вышел поиграть. Царица, вдовствующая царица Мария Нагая в гневе хватает полено, и вот тоже интересная деталь, не к сыну бросается, она начинает избивать этим поленом мамку, вот эту вот несчастную Волохову, за то, что не уследила, не досмотрела. Потом... Ну, у неё шок, её можно понять. Ну, вообще сложно понять человеку, который не бывал в подобной ситуации, поведение матери, потерявшей ребёнка. Ну, вот и нет, я об этом же и говорю, что как раз реакция, может быть, самая разнообразная, что тот вариант, что она бросилась не к окровавленному сыну, а куда-то понеслась в другое место, то есть это состоянием какого-то шока и неожиданности вполне можно объяснить, что Бог его знает, как человек себя ведёт. Ну, и в дальнейшем поведении Марии Ногой позднее, когда появится человек, который будет выдавать себя за её чудесно спасшегося сына, тоже довольно много странностей. Тоже она, в общем-то, будет себя в присутствии лжедмитрия вести себя странно, когда он объявит себя сыном её, и потом, когда его убьют. Тоже её реакция будет очень неоднозначной, когда у неё начнут опять спрашивать, что же на самом деле случилось с её сыном, был ли он убит или не был, это ли её сын вот сейчас самозванец которого там... Ну, вот это самый странный и самый неожиданный действительно момент, что должно же остаться было тело. Все здесь мамка вот этого, как вы говорите, нянька, да? То есть, понятно, что Нагая, мать там непосредственная, она присутствует там, там ещё какая-то же куча людей, дворы, эти ребятишки, какие-то семьи, люди кругом ходят. То есть, даже если с человеком что-то случается, вокруг полно людей, которые видят, как всё это произошло. В конце концов, должно было остаться тело. Где тело, кстати? Тело осталось, следственная комиссия, соответственно, высланная, как только всё это произошло в Москву, моментально обо всём сообщили. В Углич была отправлена следственная комиссия, которую возглавил Василий Иванович Шуйский, тоже, кстати, будущий царь, отправляется туда. Шуйский совсем недавно, опальный, вместе со всеми прочими шуйскими, только-только возвращен из опалы. В этом отношении выбор Василия Шуйского как председателя следственной комиссии очень умный шаг со стороны Бориса Годунова. С одной стороны, все знали, что между Шуйскими и Годуновыми есть соперничество и даже вражда, и поэтому выбор Шуйского являл, как бы, без пристрастия, всяческие подозрения. Пожалуйста, я ни при чём, разбирайтесь. С другой стороны, Василий Шуйский только что и запал, и один неверный шаг, и можно было вернуться назад куда-нибудь в ссылку. Отправляется в составе следственной комиссии Окольничий Андрей Петрович Клишнин. Этот человек с Годуновыми связан очень тесно с очень давних времён, когда Годунов ещё только-только начинал своё восхождение. Уже тогда Клишнин был к семье Годуновых очень близок. Сохранились грамоты поземельные, в которых Клишнин выступал послухом, ну, то есть, свидетелем при оформлении земельных сделок Борисом Годуновым и его ближайшей роднёй. То есть, этот человек явно близкий к правительству. И домный диак глава поместного приказа Елизарий Вылузгин. Вот они приезжают в Углич, обнаруживают, разумеется, тело убитого царевича, находят рану у него на горле. Нагия, как свидетельствует следственное дело, успели позаботиться о том, чтобы обезопасить свою позицию. Они там убитых людей Бориса Годунова, которых они обвинили в убийстве, уложили возле крепостной стены и постарались всячески придать телам максимально злодейский вид. То есть, им там и оружие в руки вложили, и окровавленные палицы, хотя, в общем-то, следов нанесения царевича ударов не было. И нож окровавленный, как потом выяснилось, куриной кровью специально выпачканный. То есть, Нагия всячески пытались показать, что вот их версия справедлива, что она самая настоящая. Действительно, произошло убийство. Ну, вот смотрите, Дмитрий Владимирович, вы как раз, я сейчас буду ловить вас на словах, и вы действительно, когда рассказываете об этом, говорите, убитого царевича, но об этом, видимо, во второй части программы. Я напомню, что мы говорим сегодня об, ну, вообще, об царевиче Дмитрии Углическом, да, и об убийстве его в первую очередь. У меня в гостях Дмитрий Владимирович Лисейцев, доктор исторических наук. Мы продолжим буквально через минуту. КАЛЕНДАРЬ СТАХОВСКОГО КАЛЕНДАРЬ СТАХОВСКОГО Дмитрий Владимирович Лисейцев, доктор исторических наук. Говорим об смерти Дмитрия Ивановича, царевича, младшего сына Ивана Грозного, которое случилось в мае 1591 года. Но у нас остается с вами несколько минут для того, чтобы подвести какие-то такие приблизительные предварительные итоги. То есть у меня есть несколько таких технических, что называется, вопросов. Во-первых, на что, на какие документы мы сегодня опираемся, когда мы говорим вообще об этом деле, и насколько мы можем доверять этим документам? В первую очередь это само углическое дело или следственное дело 1591 года. То есть такое нормальное дело прокуроры, адвокаты, которые вели всё, ну то есть в нашем сегодняшнем почти представление. Нет, разумеется, не было никаких прокуроров и адвокатов, были свидетельские показания. Жителей Углича, которые находились в городе на момент этой трагедии, опрашивали, причём опрашивали их там от мала до велика, и детишек, которые играли с царевичем, и взрослых людей, и стрельцов, и священников. Показания давали практически все жители Углича. Причём показания эти вполне единогласны, что, в общем-то, у ряда исследователей вызывает определённую скепсис и иронию. Такое ощущение, что показания давали как под копирку. Ну вот в том-то и ощущение, что, может быть, даже и показаний никаких не собиралось, а один и тот же человек сел и написал 28 разных листов бумажки, которые не очень друг друга отличаются. Нет, дело в том, что там в таких случаях всегда полагалось и рукоприкладство, то есть люди, которые были грамотны либо сами на обороте писали, что то мои речи, и я в том руку приложил, либо, если люди были неграмотные, за них кто-нибудь и знакомых руку прикладывал, вот такими были рукоприкладства в конце 16 века на Руси. То есть это были следственные показания, снятые со свидетелей. Насколько эти показания были искренними, насколько они действительно соответствовали действительности, нам, конечно, говорить сейчас сложно. Дело в том, что вот та версия, которая воспроизведена в следственном деле, она жителей Углича, которые рассказывали о том, что это всё-таки был несчастный случай, на этой версии обрекала их на весьма суровое наказание. Дело в том, что после смерти царевича были убиты люди, присланные из Москвы, люди Бориса Годунова, ну, во всяком случае, угличане считали их таковыми, и это могло трактоваться как мятеж. Соответственно, жители Углича за участие в мятеже, если бы они мстили действительно за убитого царевича, то они могли бы быть оправданы, но поскольку они сами признали, что это был несчастный случай, и что там Бетяговский был убит ни за что, ни про что, значит, они мятежники, и значит, им грозит наказание, а пала ссылка, что, собственно, с жителями Углича и произошло. Жители Углича в массовом порядке были выселены из города и отправлены за Урал, в только-только основанную крепость Пилым, и там, соответственно, стали первыми насельниками этого сибирского города. Более того, зашло дело до ссылки колокола, колокол набатный, который ударили, оповещая о смерти царевича, который подал фактически сигнал к мятежу, тоже был отправлен в ссылку, причём здесь не обошлось, тоже безопределённые символики. Колокол перед тем, как сослать в Сибирь, высекли кнутом за мятеж, урезали ему ухо, то есть ту самую петлю, за которую колокол... Цепляется, да, привешивается. И вырвали язык, клепало вот это вот, и в таком изуродовом виде колокол отправили вместе с осыльными в город Пилым. А что это за вообще история такая, колокола сечь, ну, что это? Ну, кого только не секли в мировой истории, случалось и море высечь определенным царям. И коней вводили в парну в Сенат, это всё ясно. Ну, случай, конечно, да, удивительный, беспрецедентный, когда секли колокол, его, собственно, так и назвали потом первосыльный, неодушевлённый. Первосыльный колокол. Календарь Стаховского. Хорошо. Кто победил, действительно, кто выиграл, кто что получил от этой смерти? Смерть царевича Дмитрия, можно сколько угодно спорить о том, виновен был Борис Годунов, или нет, если принять версию об убийстве, можно говорить о том, что Борис Годунов ещё не мог надеяться на то, что он получит царский венец со смертью царевича. Действительно, мы знаем, что у царя Фёдора ещё дочь после этого родилась, и по-разному могли сложиться обстоятельства, и действительно, говорить о том, что убийство, или если это убийство царевича, было организовано Борисом Годуновым ради того, чтобы расчистить дорогу к престолу, наверное, было бы слишком громким. Другое дело, что Бориса Годунова в этот момент вполне могло интересовать не просто царское правление, его элементарно должна была беспокоить собственная безопасность, потому что Фёдор был слаб здоровьем, потомства у него не было, случись что-нибудь с царём, и законный, незаконный, от шестого, или от седьмого брака, но всё-таки отпрыск Ивана Грозного был бы возведён на престол. Безусловно. И вот в этой ситуации окружение царевича наверняка бы стало сводить счёты с людьми, от которых они столько претерпели в прошедшие годы. Поэтому для Бориса Годунова, наверное, гибель царевича, строго говоря, была бы выгодна. То есть, принцип, кому выгодно, наверное... Да, понятно, что имя Годунова, конечно, всплывает здесь, что не подтверждает никаким образом его вины, это я понял. Есть ещё люди, которые что-то себе в плюс поимели? В конечном итоге, наверное, вот этой вот историей с гибелью царевича Дмитрия и слухами о том, что на самом деле царевич не погиб, пытались воспользоваться многие. Как ни странно, даже по некоторым сведениям и сам Борис Годунов. По польским источникам очень интересная версия прослеживается. Когда Фёдор Иванович умирает в 1598 году, польская разведка получает очень интересную информацию о том, что оказывается Борис Годунов держал при себе двойника царевича Дмитрия. На тот случай, если в предвыборной борьбе ему не улыбнётся удача, и вот тогда можно будет извлечь на свет Божий вот этого самого псевдоцаревича и возвести его на престол. Это потрясающе, да. Да. То есть, да, нет, у нас буквально 30 секунд, и я хочу успеть вам задать один вопрос вот вам лично, да, как историку, который занимается вот этой темой. Как вы думаете, а что должно вообще произойти, что мы должны найти, чтобы поставить точку в этом споре? Вы знаете, я не думаю, что это дело может быть решено. Я думаю, что источники, которые можно было найти, скорее всего, уже все введены в научный оборот. Хотя, какие-то случайности вполне могут быть. 50 лет после смерти царевича Дмитрия прошло, а одному из родственников Клешнина, того самого Клешнина, что был в составе следственной комиссии, припоминали, что его виной кровь лилась на Руси, намекали на то, что и он был причастен каким-то образом к гибели царевича. Да, то есть появлялись все новые и новые персоны. Возможно, в более поздних документах что-то и мелькнет. Да, понятно. Спасибо большое. Дмитрий Владимирович Лисейцев, доктор исторических наук, ведущий научный сотрудник Института российской истории Иран. Спасибо. Послесловие. Коротко говоря, убийство царевича Дмитрия спорный момент российской истории, связанный с борьбой за власть после смерти Ивана IV Грозного. Дата 15 мая 1591 года. Место Углич в современной Ярославской области. Основные имена царь Федор I, Борис Годунов, князья Шуйские, дьяк Михаил Бетюговский, его племянник Никита Качалов и сын няньки царевича Осип Волохов. Версии. Несчастный случай вследствие эпилепсии, убийство по заказу Бориса Годунова или вследствие заговора и убийство другого ребенка с целью сохранить жизнь царевича. Последствия. В любом случае, это событие вызвало династический кризис и завершило правление Рюриквичей, что в итоге привело к первой гражданской войне в России и впоследствии появлению на престоле династии Романовых. Календарь Стаховского.